Каждый божий день с понедельника и пятницу с 8 до 9 часов вечера. Сегодня я от спикеров от наших не раз слышала, что нужно быть здесь и сейчас. Поэтому для себя я приняла решение, что я буду здесь и сейчас. Что бросать, это не то время, поэтому настроена в гости. Завтра еще от спикеров что-то делать. Молодец. Видите, я тоже понял этот день, когда я написала заваленный расчет. Я как вышла, как будто солнце какое-то, как будто крылья. Понятно, я в никуда вообще ушла. Вообще в никуда, да? Что там у меня 6% было, нет, не знаю. Волочка не работал. У нас он всегда каким-то же бизнес какой-то шмин заснул. То деньги есть, то их нет, да? Тут-то хоть какая-то копейка, но платят. Но я ушла. Я ушла оттуда, я ушла, потому что не хотела. Я вот тоже где-то вот провалился с жетоном, да? Мы, да плевай, блин, на картошке выйдем как-нибудь. С голодом точно не сдохнем, блин. Но я все время вот сюда буду бить, блин. Когда сложнее было. Сейчас нам порядок легче. Ну, сейчас пока еще муж работает, поэтому еще спокойнее. А ты ей не давать денег. Она сама должна грести, понимаешь, да? Да, правда. Я тоже полный, я все. Потому что, знаете, как, такие уходят с работой, такие. А, че, у меня же муж работает. Я там, пусть это... Там начинается стирка, уборка. Это перекладывание ответственности сегодня сказали. Я уже вторую неделю дома сижу. Я уже стирку, уборку все сделала. Да, кто там сейчас стоял и ничего. Короче, на первый план Экслей. Потом он тебе будет благодарен. Сначала, да, конечно. У нас тоже уроки учил, Володя. Да, я даже не знаю, как они там... Ну, как понимаешь, это так. Прошла бы уезжать. Утром ты уезжаешь, ночью возвращаешься. Это было очень сложно. Но я не чувствовала. Не то, что я брошу. Не то, что это я по-капец как устала. Что, ну, ну, нормально. Просто как-то вот я видела, что отсюда бежим, вот досюда бежим. Да, вот что надо, блядь, бежать. И вот я сделала где-то тоже на 15 процентах. Я прям осознанность такая пришла. Ты поняла меня? Поняла. И мужу тоже огромное благодарность. Он человек ушел уже в 6 часов вечера домой. Лег в 7 часов вечера спать. Ради того, чтобы в 12 часов встать и везти нас в суд. Молодец. Вот, видите, да? Благодарите мужу и сегодня. Солнышко тебе, ну ты умница, ты моя. Анастасия Пентюхина, городе Женщина. Да, ну, в 7 реперторе. Просто вот сейчас вот как раз вот я вот чувствую то, что я, когда ушла с завода, вот ушла, осознанно ушла. Мне вот, как бы я уже дошла почти до директора, но я еще не доросла до директора, поэтому я и не дошла до него. Но, когда я ушла, был как раз кризис. Был как раз кризис, и я с 18-ки упала на девятку. Но, хоть и было тяжело, я не бросила, я ходила на созвоны каждый день. Я какие-то обучения, я читала, саморазвитием занималась. И все вот это вот шло вот так вот постепенно, постепенно. И я снова начала расти вверх. То есть, вот это вот, как бы ушла с завода с найма, вроде как бы все хорошо, так все, да. Но тут бац, и кризис, это для меня как испытание было. А ты останешься тут? Или ты куда-нибудь опять уйдешь, обратно на завод пойдешь? Или, может, вообще что-нибудь там другое найдешь? Нет. И офис было тяжело содержать, за аренду надо платить. Я все равно сидела, я в офисе, я мастер-классы проводила, я там на весах тянет развешивала. Ну, я находила какие-то предпринимательские жилки, вот эти вот были у меня. Поэтому я же предприниматель, я предпринимала действия. Я не бросила, я шла, я на созвоны ходила, я оттуда брала для себя, я читала, я саморазвивалась. И то есть, я сейчас выросла до старшего менеджера. Вообще круто, я вообще горжусь с тобой. Я поменялась, что это было, кардинально поменялось, я это прямо сама чувствую. И теперь я сделала вызов, я открыла старшего, я вышла на старшего менеджера, открыла звание директора, и теперь мне нужно подтвердить. Я сделала себе вызов, я пойду дальше. Вперед, только вперед. Мы не просто растем, куда попадаем, мы особенно растем, куда попадаем. Да, особенно растем, вообще. Офис был открыт в самое жесткое время. Самое жесткое время. Вот хуже времени, просто не было для открытия. Все закрывали. Даже у меня офис, блин, в дауне был. Я 5 тысяч получала за офис, за который у меня расходов было на 23. У меня за действующий офис было расходов на 23, я получала 5, она открывает новый в этот момент. Это просто жесть какая-то была. И уютки приехали, шарами. Да, все прекрасно. А внутри-то там мы-то понимали, что происходит. Но сейчас-то все это окупается. Да. Мне люди спасибо говорят, что я там открыла. И мне укрепили это. Продолжение следует. Да. Да. Продолжение следует...